В России с 2016 года вводится новый образовательный стандарт для детей-инвалидов. Суть его в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности с задержкой психического развития, будут учиться в обычных классах совместно с другими ребятами. Называется это инклюзивное образование. Подробнее Динара Мишина. Дети с диагнозом ЗПР, задержка психического развития, учатся либо в коррекционной школе, либо в коррекционных классах общеобразовательной школы. С нового учебного года закон реорганизует учебный процесс для таких деток. Ориентируясь на мировой опыт, было решено ввести инклюзивное образование. Это когда дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются совместно со здоровыми сверстниками. Здесь понятно, будем говорить, политика государства. То есть дети должны адаптироваться. Родители должны воспринимать это адекватно, что мой ребенок будет обучаться с другими детьми, может быть, не совсем обычными. И это нормальная мировая практика. Это нормальное явление, когда ребенок в любом... Ну, любой ребенок может прийти в любой класс и получить необходимое для него минимум образования. Государственный стандарт устанавливает, что в каждой школе должны быть созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если таких школьников набирается большое количество, то могут быть созданы коррекционные классы. Если нет, то дети просто вливаются в общий поток обучающихся. Инклюзия будет постепенно вводиться уже с нового учебного года. В поселке Титан подобный эксперимент начали с прошлого года. В восьмую школу в 2014 году поступили пять ребят с диагнозом ЗПР. По словам руководства, дети легко вписались в коллектив начальной школы. Одноклассники им всегда приходят на помощь. Дети есть дети, они же не смотрят, какие они, поэтому они вписались очень хорошо. Но с родителями иногда большая проблема. В чем? Потому что вот согласно закону, вот дети с ограниченными возможностями должны больше внимания уделять со стороны родителей, чтобы они помогали, большую помощь в школе оказывали. А у нас родители большинство в силу своих особенностей не могут оказать такую помощь ребенку. Поэтому вся основная нагрузка по развитию этого ребенка ложится на обычного учителя. При инклюзии, совместном обучении, учитель дает общее задание классу и отдельное задание детям-инвалидам. Основная проблема, которая теперь остро встанет перед образовательными учреждениями, это финансирование. Нужны деньги на введение дополнительных ставок логопеда и дефектолога. Согласно закону об образовании, там с ними должны заниматься дефектологи, логопеды, психиатры. У меня получается работает один учитель. Сейчас директор поселковой школы занимается вопросами финансирования, чтобы ввести с нового учебного года необходимые ставки. Будут ли это средства только школьного бюджета или помощь окажет и управление образование, будет известно ближе к концу лета.